Что с утра делает каждый человек? Конечно, умывается. Сереж, вот ты как умываешься? Мылом, водой? Ну что ты, мылом нельзя умываться. Мыло же сушит кожу. Вот посмотри, по-моему, стянуло, да? Ну, тут на самом деле единственное, что я могу тебе посоветовать, это прекратить, наконец-то, пользоваться хозяйственным мылом. Потому что хорошее, ароматное и полезное мыло можно сварить самостоятельно. Знаешь как? Нет. Вообще не представляю. А вот об этом мы узнаем сегодня, поговорив с нашей гостьей Натальей Свиточ. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, это ваше увлечение? Ну, вообще, да, это мое хобби. Я этим занимаюсь уже достаточно давно. Примерно полтора года я этим занимаюсь. Все началось с моего декретного отпуска, как и у многих. Было очень скучно. Я человек активный. Вот. И начала вот таким вот интересным делом заниматься. То есть вот все, что в этих корзиночках представлено, это мыло? Да. Можно все поближе посмотреть. Посмотрим, да. Смотри, какая прелесть. Понюхать. Все очень вкусно пахнет. Вы, дорогие телезрители, не можете понюхать, а мы можем. Вот это я бы съел просто. Смотри, какая прелесть. А для того, чтобы сделать такое мыло, нужны какие-то специальные основы? Ну, вообще, да. Это мыло из основы. Это специализированная основа берется, да. Обогащается эфирными маслами, питательными маслами. Туда можно добавить, в принципе, все, что угодно. Да, вот очень интересный такой мыльный фотоаппаратик. В подарок фотографу, например. Ну, как вариант. Туда можно очень много всего добавить на самом деле, да. И мыло можно сделать по тип своей кожи. Можно добавить мед, корицу. Вот, например, мыло с корицей. Вот такое вот очень интересно. Видите? Очень вкусно пахнет. Вот кто любит специи, очень ароматное оно по вкусу. Да. Можно в кофе его добавлять. Чисто теоретически можно делать все, что угодно. Вот. Когда корицей пахнет. А вот эти формы, мыло совершенно разных форм, там, высокохудожественных, их тоже приобретаете? Или можно сделать сами? Нет, вообще, если у вас есть, может быть, какое-то художественное образование, да, вы лепите, вы можете эти формы сделать сами, да, продаются специальные материалы. Я обычно их покупаю где-то, потому что времени, к сожалению, на то, чтобы еще делать формы, нет пока. Да, я еще работаю, то есть это не основное мое занятие, а так для души занимаюсь. Скажите, а как вот, например, фотоаппаратом пользоваться потом по прямому назначению? Мыть руки, да. Мыть руки, например. Форма, мне кажется, достаточно неудобная, ну и жалко просто. Но в основном все-таки это мыло сувенирное, да, в подарки кому-то, да. А если вы хотите пользоваться, есть и более простые формы, как вот, например, как раз круг, квадрат. И Новый год. Это очень тематично, да, если захотите сделать такое. Уже начала я готовиться к Новому году, три выставки впереди. В выставках участвуете? Да, участвую. Активно уже готовлюсь, езжу по разным городам. Вот уезжаю в Кострому в середине декабря, поэтому уже надо готовиться потихонечку. Дома все в мыле, кухня в мыле, вот. А долго варить его? Ну, вообще по времени весь процесс, если рассчитывать вместе с высыханием уже готового мыла, да, занимает где-то, ну, полчаса примерно по времени. Вот. Принесла вам показать. Это что? Одно из моих мыл уже, да, в форме залитое. Так, к сожалению, весь процесс мы с вами сегодня не сможем сделать, да. Решила вам показать самое интересное. Вот это мой любимый момент вообще в моем занятии. Сейчас, наверное, я предвосхищу, наверное, как наносится рисунок, да, вот этот. Нет, не рисунок, сейчас я вам все покажу, это очень интересно. Вообще вот так вот выглядит мыло в форме. Это специальные силиконовые формы для мыла, да, с различным рельефом, как вот здесь представлено примерно, да. Мы сейчас его с вами вытащим. Оно прямо черное такое, да? Это кофейное мыло, я сейчас вам его дам понюхать. Просто похоже мне в детстве такое, горло лечили так, изикерит назывался. Нет, это кофе. Кофе дает такой насыщенный темный цвет. Вот смотрите. То есть там настоящий кофе внутри? Да, там настоящий кофе внутри. Это мыло-скраб. Вот оно вот такое получается. В принципе, уже красиво, да, но мы сейчас его еще украсим, делаем. Я немножко художник дома. Ну вы, я думаю, что не немножко художник, раз у вас такая красота получается. Мы сейчас его чуть-чуть украсим, подчеркнем рельеф. Такой очень простой прием, но позволяет... А блестки эти сохранятся надолго? Ну вообще, мы можем их закрепить, но это нужно делать в самом-самом начале, да, я сейчас этого делать не стала, чтобы как бы вот показать сам эффект. Вот. Вот в таком виде блестки смоются после первого-второго раза. То есть в принципе, как в подарок, можно его оставить, да, но они, к сожалению, смоются. Можно еще сделать по-другому, немножко другим способом. А вот рисунки, которые внутри, их как-то тоже на этапе заливания формы вы туда помещаете? Ну вот, например, вот это. Которые мыло с картинкой, да? Мыло с картинкой, как там появляется? Ну вот, примерно вот так вот получается. Отлично, слушай, по-моему, прелестно, да? Как заиграл сюжет? Мыло с картинкой, оно делается со специальной бумагой, это водорастворимая бумага. То есть при контакте с водой, когда вы домыливаете вот до этого слоя с бумажкой, она просто у вас смыливается, и все. То есть очень интересная технология. А в мыле не растворяется, пока оно жидкое, там, водовое сыхание? Я предполагал, кстати, у меня была мысль, что знаешь, как в детстве в ледышке застывало какой-нибудь кусочек бумажки, но я не смел предположить, что, оказывается, это та же самая технология. Но обычную бумагу вы туда не вплавите, то есть это только вот специализированную водорастворимую бумажку. Вот. А вообще что дает такое мыло? Ощущение какое-то, настроение? Для чего все это? Это же искусство, правильно? На мой взгляд, это да, это определенный вид искусства, ведь в принципе, да, вот мыло какой-то интересной формы, это очень красивый подарок, на мой взгляд, да. И потом мыло вообще универсальный подарок на любой праздник, мне кажется. Ну, мне очень нравится, что этот процесс достаточно недолгий по времени, да, относительно других видов хобби, и результат всегда... Всегда радует. Всегда радует, да. Даже если что-то не получилось... Можно как-то это обыграть. Ну, чисто теоретически можно же все переделать. Можно пойти и помыть им руки и все, самому. Оставить себе дома. Оставить себе дома. Поэтому, дорогие друзья, если вам дарят мыло, то не спешите обижаться и думать, что вы грязнули. Нет, просто вас хотели удивить чем-то необычным. По-моему, так. Еще у меня есть для вас подарки. О, это то, что мы любим. Я вам сделала специально для вас мыло с вашим логотипом. Такое вот очень интересное. Кстати, можете понюхать по запаху, какое-то из них мужское, какое-то женское. Как пахнет первый ярославский. Теперь вы можете узнать это. Чисто теоретически. Он пахнет арбузиком, кстати, первый ярославский, дорогие друзья. Ну, что, правда? На вкус? Нет, не будем пробовать. Да, поменяемся. Поменяемся? Да, наоборот, я думаю, все-таки. А, да, то есть вот это мужской запах, а вот это более сладкий женский. Вообще аромат можно выбрать любой совершенно. Можно сделать его персиковым, черничным. Можно сделать его с ароматом океана, например. Можно сделать его вот как раз с мужским парфюмом. То есть есть специализированные одушки для того, чтобы придать вашему мылу определенный интересный какой-то необычный аромат. То есть полет фантазии. Да, естественно. Каждое мыло, оно индивидуально подбирается как бы... Я даже не знаю, как это мне приходит. Как-то приходит, что вот это у меня будет, например, пахнуть печеньем. А другое у меня будет пахнуть арбузом или медом, или еще чем-то. То есть это все творческий полет фантазии. Какое прекрасное у вас хобби. Спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня утром в студию. Порадовали нас подарками. Мы сегодня будем чистые. И вкусно пахнущие. Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»